МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты назвали курс доллара, который будет держаться до конца года. Сегодня, когда очереди перед обменниками исчезли, появилась возможность проанализировать ситуацию, собрать более достоверные сведения. И выяснилось, что в банках и тогда и сейчас достаточное количество и долларов, и евро. Несомненно, некоторые небанковские обменные пункты выиграли за счет того, что задирали курс продажи доллара. В конце июля он вплотную приблизился к максимально обозначенному Нацбанку Республики Казахстан до 188 тенге. Так, в некоторых регионах Казахстана небанковские обменные пункты повысили курс продажи доллара до 186-187 тенге. Дефицит бензина в Казахстане возник по вине владельцев автозаправочных станций, заявляет Казмонайгаз. Точечные явления дефицита нефтепродуктов, наблюдавшиеся в ряде областей республики, возникли в результате действий отдельных участников рынка, которые сдерживали реализацию нефтепродуктов в последних декадах июля в ожидании повышения розничных цен с августа текущего года, сообщили в пресс-службе. Имеющиеся запасы на нефтебазах республики в объеме почти в 170 тысяч тонн бензина, АИ-92 и около 190 тысяч тонн дизельного топлива, ожидаемые поставки импорта нефтепродуктов из России, объем производства нефтеперерабатывающих заводов в штатном режиме, а также, учитывая текущий стабильный уровень потребления горюче-смазочных материалов, имеющиеся в республике Казахстан, объем нефтепродуктов достаточен для обеспечения потребностей внутреннего рынка. В Казахстане разработают единый логотип для отечественных товаров. Уже поступило 100 заявок отличительного знака, как отмечают организаторы, это далеко не предел. Напомним, ранее был объявлен конкурс на разработку дизайна казахстанского логотипа, который должен был стать опорой для товаропроизводителей, а также облегчит узнаваемость продукции. Опыт внедрения единого знака имеется во многих странах, так, например, в Австралии действует торговая марка, сделанная в Австралии с акцентом на маркетинг, рекламу, юридическую поддержку, консультирование потребителей, исследование, анализ продаж и продвижение брендов. Потребитель в любом случае запоминает зрительный образ, поэтому нам хотелось бы, чтобы у казахстанских производителей появилась единая эмблема, узнаваемая в стране и за ее пределами, отмечает председатель агентства по развитию местного сдерживания Бектургенев. Вторая волна приватизации позволит государственным органам и национальным компаниям, которые передают непрофильные активы в конкурентную среду, не только сконцентрироваться на своих прямых функциях, но и избавиться от убытков. По предварительным данным, только Фонд национального благосостояния благодаря этому сможет сэкономить ежегодно не менее 5,7 миллиарда тенге. Как отметил вице-министр финансов Руслан Даленов, в настоящее время список приватизируемых объектов в Казахстане состоит из 85 трех предприятий. Всего по стране действующих юридических лиц, неважно с какой формы участия, государственной или квази-государственной, 226 тысяч. Количество лиц с государственным участием, косвенным, прямым или квази и так далее, 8065. При этом по графику на приватизацию выставляется в 2014-2016 годах 853. Это обновленные данные, потому что данные постоянно обновляются. В том числе в этом году, в 2014 году, до конца года будет реализовано 295 предприятий. Это довольно-таки устоявшийся бизнес с ясной перспективой. Если рассматривать, сколько по финансовым показателям стоят эти компании, это очень хорошая сумма. Например, собственный капитал по итогам 2013 года, по данным предприятиям 295, составляет более полутриллиона тенге, 570 миллиардов тенге. Под Астаной запускается совместный казахстанско-китайский завод по производству лифтов. Лифтовый завод расположен в Целиноградском районе Акмолинской области. Мощность завода позволяет производить до 1000 лифтов в год. Помимо стандартных лифтов для жилых домов и офисных зданий, завод производит грузовые и автомобильные лифты, больничные, панорамные, по индивидуальным заказам, коттеджные, эскалаторы и траволаторы. Кроме изготовления лифтов, Sky Express Elevator KZ будет предоставлять услуги по пуску и наладке на объектах заказчика, а также по сервисному и гарантийному обслуживанию лифтов в течение всего срока эксплуатации. А вот турецкие предприниматели будут инвестировать в текстильный бизнес в Алматы. Турция является для нас братским народом, и к любому сотрудничеству с представителями Турции мы относимся с большим уважением. Чтобы наше сотрудничество было более плодотворным, мы хотели получать больше информации, которые могли бы поделиться с казахстанскими бизнесменами. Таким образом, у нас появится четкое взаимодействие. Наша цель – достичь максимального результата, сказал директор Палаты предпринимателей Алматы. Как отметил директор отдела развития внешней торговли ассоциаций единых брендов Турции, в Алматы будут распространены лучшие турецкие бренды. Заменить запрещенные Путиным продукты из ЕС США и Австралии смогут поставки из Южной Америки. В связи с этим Россельхознадзор объявил о проведении целого ряда встреч и консультаций с дипломатическими представителями Аквадора, Бразилии, Чили и Аргентины. Встречи будут посвящены обсуждению возможностей расширения поставок этими странами пищевой продукции на российский рынок. Чилийский посол пообещал, что его страна может резко увеличить поставки в Россию традиционно поставляемых видов пищевой продукции, овощей, фруктов, рыбной и морской продукции, а также молочной продукции и мяса всех видов. Так, объемы поставки рыбы, составлявшие в минувшем году 53 тысячи тонн, могут возрасти в 2-3 раза. Объемы продажи моллюсков с 3 тысяч тонн могут увеличиться до 15-20 тысяч тонн. А между тем Бразилия существенно увеличивает экспорт мяса и молочных продуктов страны Таможенного Союза, Министерства сельского хозяйства Бразилии в четверг сообщила, что Россельхознадзор 6 августа допустил на российский рынок 89 поставщиков продуктов животного происхождения из Бразилии. Разрешение для еще двух предприятий ожидается в ближайшие дни. В документе это решение названо рекордом для экспорта страны в Российскую Федерацию. Золотовалютные резервы Беларуси по стандартам МВФ сократились за июль на 216,8 миллионов долларов и по предварительным данным на 1 августа составили 6 миллиардов 209 миллионов в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов увеличился на 7,9 миллиона долларов. На снижение объема золотовалютных резервов в июле оказало влияние погашение правительством и нацбанков внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в полном объеме, а также уменьшение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов. Россия и Казахстан вынуждают Беларусь отказаться от специмпортеров алкоголя. Евразийская экономическая комиссия подготовила проект соглашений, касающегося оборота алкогольной продукции в Таможенном союзе. Проект данного соглашения в настоящее время находится на стадии завершения проведения государствами участниками Таможенного союза процедур его внутригосударственного согласования. В ЕЭК напомнили, что по отдельным категориям товаров у сторон по-прежнему имеются изъятия, предусмотренные национальным законодательством, которое ограничивает полную свободу перемещения этих товаров по взаимной торговле. Банк России продолжает отзывать лицензии у банков-нарушителей. На этот раз отозваны лицензии сразу у трех банков-нарушителей – Банка Оскане Траст, Североинвестбанка и Кипбанка. Как отмечается в заявлении Центробанка, решение о применении крайней меры воздействия отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам учитывая неоднократное в течение одного года предупреждений. Нефть марки Brent приближается к 105 долларам благодаря данным о запасах США и украинскому кризису. Сентябрьские фьючерсы на Brent сократились на 8 центов до 104 долларов 51 цента за баррель. Цена на нефть американской марки VTI сократилась на 7 центов до 96 долларов 85 центов за баррель. Запасы сырья в США на прошлой неделе сократились немного больше, чем ожидали аналитики, в то время как экспорт нефти из США подскочил в июне до максимума с 1950 года, сообщило Управление по энергетической информации США. Банк оф Америка заплатит властям США рекордный штраф 17 миллиардов долларов. К такому соглашению кредитное учреждение пришло с Минюстом США. Ведомство обвинило банк в намеренном занижении рисков по своим ипотечным кредитам, проданным затем компаниями Фаниме и Фредди Мак, именно их финансовое состояние стало одной из причин кризиса 2008 года. Восстановление зоны евро неравномерно, ставки останутся низкими, заявил Центробанк Европы. Риски, сопутствующие экономическому прогнозу зоны евро, по-прежнему понижательные, в особенности из-за усиления геополитических факторов и событий в развивающихся экономиках, сказал Драги, указав на кризис на Украине и введенные из-за него санкции против России, а также ответные санкции со стороны Москвы. По словам главы ЕЦБ, регулятор готов начать масштабную скупку активов в случае изменения среднесрочного прогноза инфляции. Банк Японии сохранил курс монетарной политики, то есть на увеличение денежной базы на 60-70 триллионов йен. При этом банк воздержался от расширения стимулирующих программ в связи с ожидающимся ускорением темпов инфляции. Регулятор понизил оценку экспорта и промышленного производства, что говорит об отказе Центробанка от надежд на скорое восстановление спроса за рубежом как фактор поддержки японской экономики. Центробанк отмечает, что промышленное производство будет расти умеренными темпами, но и в этом секторе Банк Японии отмечает некоторое ослабление, которого не наблюдалось весной или в июне-июле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова